Привет! Сегодня мы расскажем вам, как заменив вот такой медный провод на вот такой алюминиевый, заработать испорченную проводку, множество пожаров и кучу, кучу денег для одного олигарха. Но про олигарха позже. А вот что касается Министерства строительства и ЖКХ, то оно разработало новое правило электроустановки жилых и общественных зданий, согласно которым алюминиевый провод не только можно, но и нужно использовать при строительстве. Что касается алюминиевого провода, то его активно использовали давно, еще в советские времена. В 90-е применение сошло практически до нет, а в 2003 году Минэнерго отдельно прописал, что алюминиевую проводку использовать нельзя. И знаете почему? А вот почему. Смотрим. Алюминий очень-очень легко ломается. Раз, два и все. Недостатки алюминиевой проводки настолько очевидны, что про них, не стесняясь совершенно, говорят даже на российском телевидении. В итоге мы получим проблемы, те, которые характерны для обычного алюминия. Это подвижность, это ненадежность контакта электрического, это нестойкость коррозии, то есть те проблемы, которые есть на обычном алюминии. Алюминий это мягкий материал, а значит велик риск того, что при его использовании у вас в итоге все будет так и вот так. Да и вообще пожаров из-за некачественной проводки при использовании алюминия будет гораздо больше. Но вопреки здравому смыслу Минстрой утвердил новое правило и как бы реабилитировал алюминиевые провода. Кому это выгодно, легко догадаться, да они не скрывали. Русал. Компания Олега Дерипаски потеряла очень много из-за американских санкций и правительство спасает его бизнес. Сколько новое правило принесут Олегу Дерипаске денег, посчитали ведомости. При нынешних темпах строительства в России таких проводов необходимо около 2 миллионов километров. Каждый километр стоит около 25 тысяч рублей. А это значит, что благодаря новым правилам Дерипаска заработает только в год 50 миллиардов рублей. Для наглядности это в 5 раз больше годового бюджета такого города как Саратов. Но причем здесь Саратов, когда есть старый друг, которому очень-очень нужно помочь. У нас же правительство работает не для людей, а для путинских товарищей и дружков. И радует, что у Дерипаски бизнес алюминиевый, а не, например, картонный. Потому что в таком случае нас бы обязали с вами строить дома с крышами из картона, стенами из картона и полами из картона. И вообще, в следующем году, когда вы услышите, что где-то случился пожар из-за плохой проводки, не спешите огорчаться, а лучше порадуйтесь, что очередной путинский друг заработал еще немножко денег.